всем привет дорогие зрители вы на канале devoplay и мы запустили крутейшую игру Pascal switch или как она там правильно если я аж соединяюсь в первый раз запускаю эту игру вот уже уже нас встречает такая знаете блять охрененная музыка мелодия то есть сразу видно качество игры чтобы над ней старались красота мужик короче этот я так понимаю главный герой капец как похож на вейдер да паскаус вейдер на видимака вот эта игра в стиле souls dark souls или как хотите там называйте код качестве гостя или еще как-то посмотрим давайте проверю этот момент и мы продолжим вошел я в игру и вот такая вот заставочка кат-сцена или не кат-сцена блин или просто путаю кат-сцена это типа такие типа мини сцены типа эта игра но не заставка или же это короче или же кат-сцена означает и вот это тоже как бы основная заставка вот это ладно помолчим посмотрим что тут у нас шкатулка какая-то значит музыка будет играть класс на мобильном такие такие игры это просто редкость и прям реально понимаете такая игра на приставке или на пк когда вот знаете вот игра над которой старались крутая такая атмосфера игры как будто кинцо смотришь и на ощущение как будто запустил игру на комплексей шины в эту игру второй допустим ну и где-то вот между первым вторым графом заставки вот на таком уровне честно говоря но тем не менее для телефона это бред вполне таки даже не плохо отлично тентакли тентакли уже не терпится в нее сыграть ну заставку прекращай уже не ну интересно конечно смотреть прикольно сделаем блять хочется уже есть новую тебе я еще ни разу не запускал не хватит что-то живое там что-то чудище это паскал сведер паскаль я не знаю как это переводится может написать комментариях ага это просто было заставка это еще мы не начали играть вообще это просто было начать замедленные режиме вот такая чувиху короче вороны тянут гасяна легкая или или ворона такие жесткие достижения настройки давайте не будем ковыряться сразу приступим новой игре эта игра поддерживает автоматическое сохранение при сохранении в правом углу экрана появится значок пожалуйста не закрывайте игру и не выключайте устройство пока он не исчезнет хорошо будем стараться не выключать этот режим свободный и стабильный режим рекомендуется игрокам знакомым с играми жанры экшен он позволит вам окунуться в историю и испытать свои силы я не буду уже читать свободный сразу начинаем с этого не то чтобы экшен я из dark souls знаком поэтому это это игра как раз по мне кстати я его тоже вот играл еще в игру похожую типа я думал пока имени ну там есть конечно схожие элементы dark souls кстати на это вид видосы и плейлист есть на канале кто хочет может посмотреть но так как там не было особой активности по просмотрам и даже и мне как бы наскучила она как бы я понимаю своих зрителей почему так особо никто не вникал да там конечно есть оружие разном там не было монстров не знаю может быть я не дошел до этого момента ладно дать короче что написано не дошел этого момента где там будет больше интересно ну блин пока туда дойдешь в основном боссы были это обычные мобы просто посильнее не знаю не не затянул мне эта игра и поэтому перестал не играть на может дальнейшем если вот это активность повысится так я забыл как она называется way of intribution да вспомнил ага только что она стояла а сейчас она повесена так уже кажется немножко fps чуть-чуть немножко дрожит может быть может быть кошмар о чем он трудно объяснить мы в хэггеме или хэттеме он передвигается так медленно это заняло десятилетие может даже и столицы не успеваем но сейчас он снова движется возможно направляется к кладбищу колосов последователи хэггеме снова отправились долгий путь сэндрилы скоро поглотят это касается курьеров это не касается курьеров это так у нас цели поважнее кладбище колосов действительно существует не знаю ты знаешь но ты отказался титула рыцаря ради чего это был мой выбор ты не заинтересован к кладбище колосов тогда что ты ищешь стараюсь быстро читать чтобы успеть потому что реально они как замалкивают нам нужно идти Глэн оставайся здесь и жди нас подожди здешние последователи знают о посторонних будь осторожен и избегай неприятностей это нечестиво иди вследуй что позволь мне разобраться с этим встретимся позже хорошо не успеваю читать субтитры потому что как они вот заканчивать свой диалог сразу текст меняется вот персонажа одолеться какого черта Глэн можешь остаться но держи клюв на замке так захват и нападение кнопку чтобы захватить цель слабая атака быстрая но менее эффективная сильная атака медленная но более эффективна способна легко прерывать действия врагов можно использовать два раза подряд уклонения блок удерживания защиты удерживайте не сразу случайно закрыть надо удерживать классно продумали кстати они должны быть здесь нечестивые так давайте посмотрим что у нас по настройкам сейчас надо посмотреть качество графики средние очень высокая очень высокая наивысшая чисто кадров давайте чистоту кадров высокая поставим яркость высокая может чуть-чуть чуть-чуть убавим русский язык субтитры режим игры свободный стабильный а это еще можно в самой игре уже менять сложность я так понял звук управления и помощь ну все давайте туда закроем не знаю изменила что-то теперь мрачный туман остановить где-то что-то вроде бы чуть-чуть как будто вы лучше стало да так а ну-ка ух блин откуда ты взялся а а это семя все отлично кости сендрилов осколки костей и другие останки сендрилов можно преподнести на алтарь или использовать для покупки предметов угу так блин графика тут офигенная я скажу вам ага человеческая кровь ой прям как удивительно человеческая кровь это прям видел его это сифлер что за сифлер а слабая атака плюс сильная стремительно нападаете на врага перед вами стоит 30 очков ярости нападаете на врагов чтобы увеличить ярость ага 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 осколок кости это наверное что-то типа опыта экспириенса экспириенса экспири как еще ее назвать а ну-ка это ломается бочки нет бочки не ломается дать вот так можно защиту использовать так а прыгать можно мне прыгать нельзя а а вот цель вот так ловит цель он так и как открывать а вот открыть кнопку появляется подобрать что трофеи ммм выигранные в битве предметы также можно создать на алтаре с помощью алхимии трофеи придадут вам дополнительную силу нажмите чтобы открыть меню трофеев хорошо так а ну-ка вот здесь наверное да банка с бессмертными бессмертными медузами согласно традиции каждая бессмертная медуза символизирует душу умершего курьера это типа они курьеры да считается прям как этот забыл как эта игра называется который бегает с чемоданом собирает все вокруг себя новая игра такая там еще играет с этого с ходячих медвецов блять напишите в комментариях если вы помните но я думаю что вы догадались по поводу какого курьера я говорю который указывает путь своим коллегам новичкам бродящим во тьме мрач и что да мрачного тумана стоя рядом с медузой здравый ум будет медленно восстанавливаться этот эффект не действует во врачном тумане в прозрачной банке плавают десять мерцающих бессмертных медуз это странное существо может выжить при любых условиях поскольку у ее жизни нет конечной точки есть только бесконечная реинкарнация говорят медуза может быть источником легенды и реконации душе так использовать мне пока не надо осколок кости это мы поняли что это все другое а надеть это мы надеть не можем да походу это ну нашли банку с бессмертными этим медузами а не не вот вот она трофеи что это у нас наденьте трофеи чтобы увеличить силу трофеи разделены на три категории шрама восстановление кошмар их можно применить только в соответствующих позициях ага удержишь чтоб пропустить так вот что это у нас ну ну так а чё почему он не одевает так мутировавший коготь шахтеры хэкема отрастили острые когти чтобы облегчить добычу руды хэкем уже долго не мутировал не мигрировал фото не мутировал и запас минералов в шахтах почти иссяк только самые острые когти могут добраться до глубоких залежей руды а вот надеть блин че ты да ты и так и сяк пытаюсь плюс 8 к таки отлично так это мы подобрали пошли значит дальше она а это сундук не открывается или это вообще не сундук это просто обычный ящик это ого что-то новенькое блин 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 уворачивайся так зря зря атаковал и вовремя очень тальё по высоты здравый ум когда вы сражаетесь с нечестивыми сознание персона постепенно затуманится теряя рассудок персонаж переходит в режим аномальный это наносит ему урон в разделе в статистике отдохните у алтаря или примите эликсир здравого ума чтобы восстановить ясность сознания эликсира здравого ума можно расположить ячейках предметов быстрого доступа нажмите на предмет чтобы восстановить и ясность ума это наверное вот это и есть да вот это наверное используете зелье здоровья используйте снадобие для восстановления здоровья число снадобий здоровье ограничено их можно пополнить на алтаре ну то есть точно как dark souls это типа наш костер в котором что такое подобрать грибы а то есть возле возле костра можно свои эстусы короче восстановить так отсюда мы пришли здесь карты интересные есть извиняюсь карты 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 а то есть можно и заблудиться не или там то чтобы заблудиться а случайно пропустить важные какие-то предметы или пути а как сюда попасть он прежде не умеет да и такой другой проход так странно а что там сверху надо упасть сюда ну там что то есть однозначно я не знаю как туда попасть только ну ладно пойдем вперед может там что-то появится впереди так два раза подряд можно уклоняться вот снизу шкалы хп показан нашу выносливость так что это алтарь наконец-то тонну сейчас какой-то босс будет да босс босс я это думал обычный рядовой моб не благодарен а вот теперь можно чат сам уметь есть новости и свет хэккема гаснет быстрее чем мы думали все вокруг заполонили синдрилы в поселении остались одни нечистивые похоже они когда-то были последователях хэккема хэккем выглядит больным согласно древней легендам это знак того что колос готовится уйти на кладбище все это сказки никто не видел их падение ни кладбище колоса почему почему же он слабеет ты бывал на вершины горы это самое близкое колосо место быть может там найдутся ответы тогда нужно пойти туда как можно скорее кстати я нашла это на том мосту это обычные заметки ведьмы основы алхимии ничего примечательного это слова святой земле это но теперь они в хэккем Тереза Тереза кто это это тунай который повесили так кого ты ищешь не спрашивай поспешите повозка не будет долго ждать давай разделимся ты пойдешь на вершину горы тем временем я поищу зацепки в хэккеме будь осторожна спасите алтарь чтобы сохранить игру на алтаре игрок может преподносить останки синдрилов улучшать свои атрибутивы атрибутивы что атрибутивы и создать создавать предметы после смерти персонаж возвращается к последнему посещенному алтарь блин неправильно прописали букву а столько мучения и сложности пока прочтешь блин вот и наш алтарь подношение синдрил увеличивает уровень алтаре после повышения уровня все персонажи получают очки которые можно использовать для улучшения их атрибутов все персонажи прикольно то есть мы не одного прокачиваем а сразу же всех ну то что я понимаю это это вот этот мужик и вот эта девка будет аааа ну все я думаю это если еще будет вообще прикольно отдых у алтаря полностью восстанавливает здоровье за некоторым исключением отдых воскресить побежденных монстров вот в чем прикол что вот так собственно можно было просто подойти в кастрюлю восстанавливать тебе все ну чтобы воскресли блин опять таки я все ничего не путаю воскрешались они тогда когда ты сам скидываешь какой-то там специальный сброс какой-то делаешь с помощью какого-то предмета ты сбрасываешь и переходишь на новый уровень сложности какой-либо данной локации возле костра и тогда появляется опять таки эти мобы только уже более усиленные так что у нас дальше преподнести отдохнуть пока что отдыхать не надо сейчас опять мобы появятся по новой надо будет их мочить так осколок костей осколки костей собраны 79 1999 то есть лимит есть но это еще насобирать надо как костей которые были заражены они немного пополняют запас энергии если преподнести их на алтарь ага что значит уровень алтаря 1 это что у нас получив алхимический рецепт вы можете создавать зелье и предметы отлично так эликсир здоровья собрано 0 из 10 медленно восстанавливает это нельзя использовать два или более вида эффектов для восстановления этого нас нету рун и хвост зрелые споры живой синдрил живой в смысле это синдрила не эти монстры это что то другое осколок кости медленно восстанавливает здравый ум на 15 секунд после столь продолжительного контакта с синдрилом и нечестивыми большинство курьеров видели вещи способные свести с ума именно этот трудный опыт позволил им стать такими сильными тем не менее никому не нравится бремя тяжелых мыслей поэтому курьеры пьют эликсир здравого ума всякий раз когда чувствует тень подбирающегося безумия типа бухло у них расслабляются пухают хари так ага один осколок это 25 опыта ага нажмите на значок обучения в верхнем правом углу чтобы перейти в меню статистики и улучшить атрибуты персонажей хорошо так дальше подносить пока не будем по собираем потом уже так вот сюда вот статистика сила подтвердить так ладно режим аномальные сокращается расстояние и время уклонения макс здоровье снижено 30 процентов урон выше 10 стабильные а что значит режим аномальные что мы счет подцепили блин упорство так 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 защита что подтвердать ну ну так мы же уровень подняли а чё чё куда дальше чё дальше делать мы же прибавить даже приплюсовать подтвердить почему где она ладно разберемся чуть позже тогда что это быстро использование для быстро использования предметов доступно 6 ячеек только мы уже побывали я вот это они вот банка бессмертными зазами давайте поставим сюда наверное эту банку ну да надеть так что это у нас осколок кости заметки написано на языке святой земли описывать некоторые базовые алхимические методы но это то что нам дала торчовика грибы хекема грибы которые выращивают исключительно в хекеме те из них что не были затронуты синдрилом является отличной пищей сегодня большинство грибов паразитирует на дикой флоре и фауне и попитается загрязнениями синдрилами поэтому я не знаю что с этим делать и вот с этим вот один атрибут атрибут 1 да вот видишь вот это вот атрибут а как его приплюсовать куда нажать ну это типа обновляешь короче я не знаю давайте чуть попозже посмотрим это так сколько уже минут записывал ребят уже в принципе нормально мы поиграли на этот раз но ребята это еще не конец будем на этом заканчивать так мы мы сохранились ну-ка посмотрю или она автоматически сохраняется да трофеи все автоматически сохраняется игра крутая не спорю но опять таки не знаю будем дальше мы ее проходить надеюсь что да так как мне такого типа игр нравится вот если тебе понравилось то обязательно пиши об этом в комментариях если хочешь продолжение и опять таки прожми лайк поддержи канал подпиской нажми на колокольчик чтобы не пропускать новые видосы на моем канале и возможно даже продолжение этой игры вот подпишись на группу вконтакте на дискорд канал там тоже приходят уведомления о новых видео и там плюс можем пообщаться кому есть если есть желающие так сказать спасибо что досмотрел этот видос до следующей серии всем пока удачи удачи